Христос воскрес из мертвых, Смерть и смерть поправ, И сущего гроба живёт даром лав. Христос воскрес из мертвых, Смерть и смерть поправ, Исущим в гробах жив Он даровав, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим в гробах жив Он даровав. В воскресенье день просияем люди, Пасха, Господня Пасха, ибо от смерти к жизни, из земли к небесам, Христос Бог нас перевел, песнь победную поющих, очистим чувства и увидим неприступным светом воскресенье сияющего Христа и говорящего, радуйтесь, ясно услышим вас. Воспевая песнь победную, Христос воскрес из мертвых, небеса достойно довеселятся, земля же дорадуется, допразднует и весь мир, как видимый, так и невидимый, ибо Христос восстал, веселье вечное, Пресвятая Богородица, спаси вас. Умерщвление предел сломила ты, носив в очреве жизнь вечную Христа, из гробово сиявшего в сей день, Дева всенепорочная и мир просветившего, Пресвятая Богородица, спаси нас. Воскресшим, увидев Сына Твоего и Бога, радуйся с апостолами, благодатная, чистая, и первое слово радуйся, как причина радости для всех, приняла ты, Богоматерь, всенепорочная. Придите, будем пить питье новое, не из камня бесплодного, чудесно изводимого, но бессмертие источник, пролившийся из гроба Христом, на котором мы утверждаемся. Христос воскрес из мертвых, ныне все исполнилось света, и небо, и земля, и преисподняя, пусть же празднует все творение восстания Христа, на котором утверждается. Вчера я погребался с Тобою, Христе, с Тобою воскресшим, в сей день восстаю, распинался я с Тобою вчера, сам прославь меня с собой, Спаситель, в Царстве Твоем, Пресвятая Богородица, спаси нас. К жизни непорочной перехожу я в сей день, по благости родившегося от Тебя чистое, и все мира концы света мозорившего, увидев Бога, Которого по плоти носила Ты во чреве, чистая из мертвых, восставшим, как Он сказал, ликуй, и как Бога непорочное Его величай. Воскрес Христос из мертвых! Жены, пришедшие с Марией до рассвета и нашедшие камень отваленным от гроба, услышали от ангела во свете вечном пребывающего, что вы ищете среди мертвых как человека. Посмотрите на погребальные пелены, бегите и миру возвестите, что восстал Господь, умертвив смерть, ибо Он, Сын Бога, спасающий ворот человеческий. Христос воскрес из мертвых! На божественной страже благословесный Абвакум достанет с нами и покажет цветоносного ангела, ясно возглашающего, в сей день спасения миру, ибо воскрес Христос, как всемогущий. Христос воскрес из мертвых! Мужем, как разверзающий и детственное чрево, явился Христос, а как предлагаемый в пищу назван Агнусом. Непорочным же, как непричастный к скверне, Он наша Пасха, и как Бог истинный зовется совершенным. Христос воскрес из мертвых! Как однолетний Агнец, для нас добрый венец, благословенный, добровольно заколот за всех, как Пасха очистительная, и вновь воссиял нам из гроба прекрасным правды солнцем. Христос воскрес из мертвых! Бога Отец Давид, пред ковчегом подобным тени скакал играя. Мы же, святой народ Божий, исполнение прообразов в виде, возрадуемся Бога вдохновенно, ибо воскрес Христос, как Всемогущий. Пресвятая Богородица, спаси нас! Создавший Адама, Твоего правоца чистая, созидается от Тебя, и в сей день Он смертью Свою празднил, через сто пришедшую смерть, и всех озарил Божественными блистаниями воскресенья. Пресвятая Богородица, спаси нас! Видя Христа, Которого носила, Ты в чреве чистая, прекрасная из мертвых воссиявшего, в сей день для спасения всех, славная и непорочная среди жен, и прекрасная, с апостолами радуясь, Его прославляй. Христос воскрес из мертвых, бодрствовать будем с раннего утра, и вместо мира песнь принесем Владыке и Христа, узрим правды Солнца, всем жизнь излучающая. Христос воскрес из мертвых, безмерное Твое милосердие, видя Христе, связанные узами ада, к свету устремлялись, радостными стопами восхваляя Пасху вечную. Христос воскрес из мертвых. Приблизимся со светильниками в руках ко Христу, выходящему из гроба, как к жениху, и отпразднуем вместе с торжествующими небесными полками Пасху Божию спасительную. Пресвятая Богородица, спаси нас! Просвещается божественными и живоносными лучами воскресения Сына Твоего. Богоматерь причисто и радости исполняется в благочестивых собраниях. Ты отверз, не отверз ты в рад детства, ты в воплощении, не нарушил печати гроба, царь создания, и потому воскресшим тебя видя, матерь радовалась. Сошел ты в глубочайшие места земли и сокрушил засовы вечные, державшие заключенных в окох в Христе. И на третий день, как из кита Иона, воскрес из гроба. Сохранив печати целыми Христе, ты восстал из гроба заключенного чрева Девы, не повредившей при рождении Твоем, и открыл нам райские двери. Христос воскрес из мертвых, спаситель мой, живая и незаколаемая жертва, сам себя, как Бог, добровольно принеся Отцу. Ты воскресил с собой общего родоначальника Адама, воскреснув из гроба. Пресвятая Богородица, спаси нас! Издревле удерживаемая смертью и тлением, возведенная к нетленной и вечной жизни, воплотившимся от Твоего причистого чрева, Богородица Дева, Пресвятая Богородица, спаси нас! Сошел в глубочайшие места земли, в недра Твои чистая, сошедшая и веселившаяся и воплотившаяся превыше ума, и воздвиг он с собой Адама, воскреснув из гроба. Христос воскрес из мертвых, хотя Ты и сошел во гроб бессмертный, но уничтожил силу ада, и воскрес, как победитель Христе Божий, с женам мироносицам возгласив, радуйтесь, и Твоим апостолам мир даруя, Ты, дающий падшим воскресенье. Христос воскрес из мертвых, прежде солнца, бывшее солнце, зашедшее некогда во гроб, придя еще до наступления утра, искали, как дневного света мироносицы девы, и одна к другой взывали, О, подруги, давайте помажем благовониями тела, источающая жизнь погребенная, плоть Того, Кто воскрешает падшего Адама, лежащего в гробнице. Пойдемте, поспешим, как волхвы, и поклонимся, и принесем мира, как дары, уже не пеленами, а плащеницей обвитому, и прольем слезы и воскликнем, О, Владыка, восстань, дающим падшим воскресенье. Христос воскрес из мертвых, воскресенье Христа увидев, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, кресту Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресенье Твое поем и славим, ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое призываем, придите все верные, поклонимся святому Христу воскресенье, ибо вот пришла через крест радость всему миру, всегда благословляя Господа, воспевая воскресенье Его, ибо Он, распятие претерпев, смертью смерть сокрушил. Христос воскрес из мертвых, воскрес Иисус из гроба, как предсказал, даровав нам вечную жизнь и великую милость. Христос воскрес из мертвых, отрогов из печи избавивший, став человеком, страдает, как смертный, своим страданием облекает смертное в красоту бессмертия, единый, благословенный Бог Отцов и Препрославленный. Христос воскрес из мертвых, жены богомудрые с благовонием вслед Тебе спешили, но кого они, как смертного, со слезами искали, тому с радостью поклонились, как живому Богу, и Пасху таинственную ученикам Твоим в Христе благовествовали. Христос воскрес из мертвых, смерти празднуем умерщвление, ада, разрушение, иной, вечной жизни начала, и в восторге воспеваем тому виновника, единого, благословенного Бога Отцов и Препрославленного. Христос воскрес из мертвых, поистине священно и достойно всякого торжества, эта ночь спасительная и светозарная, светоносного дня воскресения предвестниц, в которую вечный свет из гроба воплоти для всех воссиял. Пресвятая Богородица, спаси нас! Умертвився и день смерть, Сын Твой всенепорочная, всем смертным жизнь пребывающую во веки веков даровал, единственный благословенный Бог Отцов и Препрославленный. Пресвятая Богородица, спаси нас! Царствующий над всем творением, став человеком, вселился в Твое чрево Бога Благодатное, и распятие и смерть претерпев, воскрес, как подобает Богу, воздвигнув нас с собой, как всесильный. Христос воскрес из мертвых, этот желанный и святой день, первый от субботы, царственный и главный, есть праздников праздник и торжество и торжество. В сей день благословляем Христа вовеки. Христос воскрес из мертвых, придите вкусим нового плода виноградной лозы, божественного веселья в славный день воскресения и примем участие в царстве Христа, воспевая его, как Бога вовеки. Христос воскрес из мертвых, подними очи Твои сионы, вокруг посмотри, бо вот сошлись к Тебе, как божественно сияющие светила от запада и севера и моря и востока, дети Твои благословляющие в Тебе Христа вовеки. Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе! Отец Вседержитель и Слово и Дух, единое в трех лицах существо, Всевышнее и Божественнейшее, в Тебя мы крещены и Тебя благословляем во все века. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пришел в мир Творец через Тебя, Дева Богородица, и чрево ада расторгнув, нам смертным воскресенье даровал, потому что мы благословляем его вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас! Низложив все могущество смерти, Сын Твой, Дева, своим воскресеньем, как Бог крепкий, вознес нас с Собою и обожил, потому мы воспеваем его вовеки. Христос воскрес из мертвых! Светись, светись, Новый Иерусалим, ибо слава Господня над Тобою зашла, ликуй ныне и красуйся, Сион, Ты же радуйся, чистая Богородица, воскресенье рожденного Тобой. Христос воскрес из мертвых! О Божественное, о Возлюбленное, о сладчайшее Твое Слово, ибо Ты не ложно обещал быть с нами до кончины века Христе. Держась Его якоря надежды нашей, мы, верные, радуемся. Христос воскрес из мертвых! О Пасха Великая и Священничайшая Христе! О мудрости Слово Божия и Сила! Даруй нам совершение к Тебе приобщиться! Вечно светлом дне Царства Твоего, Пресвятая Богородица, спаси нас! Мы, верные, согласно прославляем Тебя, Давида. Радуйся, дверь Господня, радуйся, град одушевленный, радуйся, ибо благодаря Тебе в сей день нам воссиял свет воскресения из мертвых от Тебя рожденного. Пресвятая Богородица, спаси нас! Веселись и радуйся, божественная дверь света, ибо Иисус, сошедший во гроб, зашел, просияв светлее солнце и всех верных озарив, Богом обрадованная Владычица. Христос воскрес из мертвых, плоти и уснув, как смертный Ты, Царь и Господь, на третий день воскрес, Адама, воздвигнув из тления и упразднив смерть, Пасха нетления, мира спасения. Христос воскрес из мертвых, да восстанет Бог, и рассеются враги Его. Пасха, священная в сей день нам явилась, Пасха новая, святая, Пасха таинственная, Пасха всемечтимая, Пасха Христос избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери рая нам открывшая, Пасха освящающая всех верных, Христос воскрес из мертвых, Как исчезает дым, да исчезнут. Идите после видения жены благовестницы, И сего на возгласите, Прими от нас радость благовестия воскресенье Христом, Веселись, ликуй и радуйся, Иерусалим, Царя Христа, узрив, как жениха, Из гроба выходящим. Тогда погибнут грешники от лица Божии, А праведники, да возвеселятся. Жоры мироносицы, Глубоким утром гробницы жизни подателя, Представ, Нашли ангела на камне, Восседавшего, И он, обратившись к ним, Так возглашал, Что вы ищете живого между мертвыми? Что оплакиваете нетленного, Как тленью подпавшего? Возвратившись, Возвестите ученикам его. Это день, который сотворил Господь, Возрадуемся и возвеселимся вон и. Пасха радостная, Пасха, Господня Пасха, Пасха, Всесвященная нам зашла, Пасха, Радостно друг друга обнимем, О, Пасха, Избавление от скорби, Ибо из гроба в сей день, Как из брачного чертога просияв, Христос, жон, Исполнил радости словами. Возвестите апостолам Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и всегда, И во веки веков. Аминь. В воскресенье день И засияем торжеством, И друг друга обнимем, Скажем, братья, И ненавидящим нас, Все простим ради воскресения. И так возгласим, Христос воскрес Из мертвых смертью, Смерть поправ, И тем, кто в гробницах Жизнь дорвав. Игнатий Тихонович, продолжайте. Спасибо, Господи, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Брема за сену. Максима, Владимира, Иглебу, не дай погибнуть. Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона, Ивы, Священнический, Ивы, Швейсин, Служители, Миссионеры, Христианам, Язычникам, Иудеям, Мусульманам, Бунистам, Иногда еще, Священнический, Свою Богу, Куде. Смири власти воинства, И, Господи, И через них сотвори Богое Церкви Твое, И, надеюсь, Страшки на них, Дабы мудро управляли народом И издавали добрые законы. Дали достойно прожить человеку, Дабы было еще уделять нуждающимся И сохранить их от покушения на них. Владимир, Дмитрий, Дональд, Рамзан, Владимир, Александр, И, Дабы милы Израилу, Россию, Украине, Сирии, Где война идет. И научи нас, Господи, Ценить это мирное время. И приготовим с земных Великим и страшным испытанием, Грядущим на всю Вселенную, За отступищества от Тебя. Слава Тебе, Боже, За тихую мирную ночь, Что жизнь нашу продыл И разум сохранил. Дай нам желание трудиться, Обнаружить и умножить Доброванные Тобой таланты. И для всего пошли нам добрых помощников, Наставников, советников. И сохрани нас и в этот день От всякого рода зла и греха, И искушений. Сохрани нас здесь Ирине наше От пожар, от вагог, от ищистой силы. Живущих там Андрея, Игоря, 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 Серапину, Сына Владимировна, Игоря, 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 Сергея, Сергея, Александра, Александра, Рафирий Езбор, Господи Господи, Эвадрина воровок, разрушив замысл, примире их знали, помини суды Максима, Александра, Александра, Сергея, Виктора, Господи, Иван, знай добром нашим благодетелям, Елену, Людмилу, Благослови, Татьяну, Нианилу, Евгения, Наталью, Надежда, Юрия, Горда. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Найди все наше родство, обрати. Евдокию, Валентина, Едину, Татьяну, Марку, Нианилу, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Избавил Романа о духовном лужи, упрямство. Благоцене путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Виталия. И всем даром духовное рождение свыше. Никиту, Боже наш, слава Господи, сахарил. Пьян, Судьба, Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Господи, благослови болящие, дай силу перенести страдания. Укрепи их дух и дары исцеления. Валерия, Элариона, Кирилла, Татьяну, 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 Татьяну Валентину, Валентину, Татьяну Анастасию, Младенца, Надежда. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и заболезни, за друзей и за врагов. Ибо по твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава тебе, Боже наш. Сохрани наше сокровище в интернете и все, что есть. И книги здесь все в пуде, и трудящихся Игоря Юлия Дмитрия Викторовна, Сергея, Сергея, Андрея, Эларион, Дмитрия Вячеслава. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Деонтия. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Многие отступники Михаила, Николая, Александра, Юлия. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Слава тебе, наш Бог Иегова, Авгу, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля Павла, слава Его, Аллилуйя. Слава вышли, Богу. На земле мир, человеку, Богу, Богу. Иисусе Христе, Иисусе Христе, Боже, слави Господи, и Самили дар истину и веру, дабы не верил уже пророкам. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал мне веру в Тебе и страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны святки, как на истину. И вечности воздай добром всем трудившимся с моей душой. Молея Степана Александра Михаила Анны. Пресвятая Госпожа Богородица, пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Господи, воздай вечность и добро, помогавшим нам в путешествии. Павла, Зинаида, Владимира, Дмитрия, Александра. Дмитрия, Дмитрия, Сергея, Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о ней грешен. Благодарю тебе, мой ангел, сколько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. И только в ней вечности откроется все это. Слава тебе, Господи, за дивные охраны, ангелы, но в этой нащите. Прошу тебя, мой ангел, покинешь смертный час, когда душа будет размущаться от тела. И проли душу мою помытарством. И веди она веки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава тебе, Боже, нас, слава тебе. Я, Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Мужчина, Господи, житель в бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестимым и довольным. И никогда не роптать, никому не завернуть, быть во всем экономном. И видеть нуждающихся, пришедшим на помощь. И к каждому дару и жилье Сергея Гавриевна. Святитель Христов Никола, мердетистикующий до творец, образ процески воздержания, добрый антипастор. Моли Бога, да укрепи Господь народ свой, дабы не страшиться ни царей, ни отчаствующих. И не участвовать в бесклозных делах тьмы. Моя обещать. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою. Дабы день прихода, то наше отшествие не засталось, не готовыми. Но чтобы больше навстречу Тебе, Господи, с горящими святейниками истинной веры. И сосудами полными, елея добрых дел. С отделанным духе цветов с любовью. Аллилуйя. Смолите Бога на стяге в Архангеле, Чуды и на Сиротине. Ты небесная сила, при Слову Божию предстоящей. Святые апостолы Петр и Павел. Евангелисты Матвея Марту Коян. Да дарует нам Господь жажда и следует священной Писании. Ибо через них мы думаем жизнь вечную. А они свидетельствуют о Тебе. Слово Божия. Да бы никто не принял очертания зверя антихриста. И дарю веру Антину, Лениамину и его старшие родители за такое ложное погибельное воспитание. Молите Бога на ступе от Севасилия Великина Григория Богословия, Англотаусов, Афанасий Великий и Примсирий, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Пеодосий, Корнилий, Иосиф, Сергей, Радоненко, Сипантенский, Серапим, Саровский, И Антобольский, Анкронштадтский, Аншанхайский, Кирилл, Мефодий, Накенти, Николай, Макарий, Алтайский, Телорет. И все переводчики Священного Писания. Молите Бога нас, даруй Господь, силы и крепость, устоять в православной вере. Сохрани нас, Господи, а замыс и ретюков, разрушив, ничто преврати. Молите Бога на святые жены и девы, и святые первомущины, Сапатина, Самарянина, Феврония. Вера, Надежда, Любовь, Матерь Сапея, Наталья, Адриан, Барбара, Екатерина, Перепетруя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, И Магдалина, Мария Египетская, Трескилла, Акила, Андроника, Юлия, Киприяна, Устина, Мария Кипуга, Анат, даруй Господь, послушание, молчание, соломудрие, истыгли, и сохрани их от всяческого помогания, и нас по милой милости Твоей обраде. Аллилуйя! Исправь непокоримый сголином семейства Евгений Надежный, Милоскопланом, Людмила Иоанна, и прими нашу молитву, Дианя Рух, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед крестовым благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, Боже всемогущий, и прими нашу молитву, Отец Небесный, воин Иисуса Христа просим о всех, заповедавших нам молиться о них. «Спаси их, Господи, и помилуй! Аллилуйя!» Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твою. Говори, Господи. Аминь Аминь Христос Воистину Он скрыл Воистину Господу Сергей, я хотел тебе посоветовать Где молитвы считаешь когда? И там стоит слово поклонимся Выдели их другим шрифтом Крупнее и красным Раз говорит поклонимся А сами некоторые даже не знают Что надо поклониться Непременно молимся, поклонимся Молитвы считаем Но ее выполнить нетрудно Просто поклониться, совершить крестное знамение А когда Вот когда крылья кланится Крестное знамение совершать Когда священника есть в руках А в руках что у него? Евангелие Библия Крест и чаша Все А остальное просто поклон Без крестного знамения И особенно когда Прощенное воскресенье Перед батюшкой стоят И совершают крестное знамение Это не надо делать Просто поклониться Каждый раз объясняешь Каждый раз все нарушают Но не бодрствуют Так Еще Я вижу сколько у нас на человека Не прибавляется Ни на одного Причина какая Мало говорим об этом Что людям Помешает молиться утром Тем более на русском языке Ясно, четко На усилить это И ко всем сейчас Кто-то мне в голос Сейчас пусть подаст Дело в том, что Этот журналист Шахмусов Алексей Викторович Показывает Ролик Выставляет у отца Владимира Головина Он там себя ведет Тихо Ни слова Нигде нет Тут у меня он Пытался ервищать Что-то говорить А получилось-то Наоборот Тут ему узел завязали Как он говорит Приехал Никогда в жизни Так не хотелось Материться И блудить То есть Сатана был На маку Тут запечатан И один день Без матерку Блуда прожил И его разрывало Буквально Это он сам говорит Всего слов И вот там разговор Сразу начинается О молитве По соглашению Кто хотел бы Сейчас выйти на меня И задать вопрос Речь-то о молитве Соглашение О деньгах Речь-то идет Сколько я говорю И опять деньги-то Не помилует А вот мы деньги-то Стратим Они уже деньги там Уже все это будет проклято Они не понимают Я даже не понимаю Как это можно не видеть И местописание Об этом говорят И все Деньги замешаны На святом Кто хотел бы Сейчас выйти на меня И задать вопрос Именно так Потому что Мне говорить Как я сам с собой говорю Отец Игнатий Христос Игнатий Сергеев Игнатий Город Уголедар Да Мы не готовы Да Сейчас вот Сергей Закончит как только И ты как он Закончит Читал И сразу Мне сигнал даете Я здесь Рядом Я понял Так И даже Ну Даже то что не принято А тут Помещаешь Что с чем не согласен Когда я говорю И дальше Слово будешь говорить Вот эти несогласия Все выскажут Все А как думаю По этой теме Все Давайте я пошу Богом Спаси Господи От объедения Сконцентрировав Все искушения Соблазны мира В три предложения Ко Христу Дьявол Враг Рода Человеческого На первое место Поставил Чрево Пищу Затем Чудо Зрелище И Авторитет На этих Столбах Ставят Основания Все Обольстители Строят Своё Царство Вожди В Великом Инквизиторе Прообразе Мирового Антихриста У Достоевского Это Отлилось В формулу Кто накормит Затем И пойдет Народ Предупреждая Род Человеческий О грядущих Катаклизмах Предупреждая Род Человеческий О грядущих Катаклизмах О зловещих Креатурах Которые Через Революции Смогут Прельстить Слепотствующий Народ И Повести Их за Собой Христос Сказал Смотрите За Собою Чтобы Сердца Ваши Не Отягчились Объедением И Пьянствой И Заботами Житейскими Евангелие От Луки 21 глава 34 стих Пьянство Так наглядно Показывает Свой Отвратный Лик Что против Него Созданы Целые Системы Борьбы Наркологические Кабинеты Лектории Колдунов Экстрасенсов Но Против Объедения Где И Кто Учит Где Рассказано Что Приносит Невоздержание В пище Если Бы Сегодня Наши Староотечественники Знали Поняли И Приняли Сказанное О чревоугодии То Скольких Проблем Избавились Бы Колбасная Философия Помрачила Духовный Горизонт Духовные Проблемы Исчезли Остались Две Дорожки Извилины Подстилка И Кормежка Ищут Жирного Сладкого Безразмерного Не Желая Смирить Вкусовые Присоски Жалуются На болезни На Тучные Диабеты По-гречески Слово Ди Означает Два Диабет По-нашему По-российскому Двойной Обет Когда же Увидишь Несущего На своих Костях Чужое Мясо Излишнюю Чудовищную Тучность И Попытаешься Помочь Рассказать О вреде Переедания То Сразу В ответ Это у Меня Диабет Болезнь Такая Оказывается Болезни Горькие Есть А это Сахарная Сладкая Любимая Под языком И И Ведь Не докажешь Что Если бы Это Была Болезнь А не Самое Прозаическое Обжорство Разве Наши Генетики Бионики Не Приявили бы Такую же Сладкую Болезнь Колхоз Сахарная 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 Жизнь Бывает Бывает У Человека Ненасытного Серахов 31 С 21 По 23 Стих Конечно Говорит Лев Толстой Нам Хочется Хлеб Размочить В воде Но Неплохо Чтобы В этой Воде Прежде Выварилось Мясо Еще Лучше Если бы Само Мясо Съесть Желательно Чтобы К мясу Подали Рыбу В сметане И Совсем Хорошо Если бы Еще и Вино И Женщины И Музыка Такова Революция В похотливом Чревоугодии Ничто Не спаслось От Обжорства Его Потому Не устоит Счастье Его Иов 20 Глава 21 Стих Писатель Владимир Чивилихин В шведских Записках Пишет Что За Долгое Своё Пребывание В Швеции Хотя Вы И не Поверите Но Я Не Встретил Ни Одной Толстой Женщины Чтобы Понять Для Чего Им Нужны Шведские Стенки Не Лишнее Знать Полиграфом С Жирающим За Один Присес По 30 Куриц Житие Стенки Да Не Лишнее Знать Полифагом Полифаг 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 Обжора С Жирающим За Один Присес По 30 Куриц Житие Святого Македония Память 28 Августа Рассказ Об Безноватой Женщине Макарий Египетский 19 Января Об Обжорстве Несчастного Съедавшего И Свои Отходы Мог Съесть Быка За Раз Чтобы Узнать Ширину Своего Рта Замерь Свой Рост В Сантиметрах И Отними Сто Это И Есть Твой Предельный Вес В Килограммах Подобные Процедуры Стали прибегать В Америке Если На Один И Тот Ж Пост Директора Большого Завода Было Несколько Кандидатов С Прочими Равными Данами Последний Экзамен На Весах Ибо Толстая Чрево Не Рождает Тонкие Мысли Передание Влечет За собой Утолщение Ног Век Сонливость Рыхлость Православная Церковь Установила Посты Во время Которых Не Разрешается Употребление Мяса И Яиц Всего Молочного Иногда И Рыбы И Растительного Масла И Таких Деней В году Почти Две Третьих Под Страхом Извержения Исана Отлучения От Церкви Апостольское Правило 69 Запрещает Нарушать Пост Если Кто Епископ Или Пресвитер Или Дьякон Или Иподьякон Или Чтец Или Певец Не Постится В Святую Четырех Десятницу 40 дней Перед Пасхой Или В Среду Или В Пятницу Кроме Препятствия От Немощи Телесной Да Будет Извержен Если Же Мирянин Да Будет Отлучен Во Время Поста Законные Супруги Должны Воздерживаться От Плотского Саития И Какой Был Крепкий Народ И Долго Жил Посты Есть Во Всех Религиях Мира Притом Строжайше Соблюдаемые Как в Исламе Где за Нарушение Его Подвергают Сырому Телесному Наказанию Нет Поста Замененного На ропот Жадность И Обжорство Только У Безбожников Сбились Понятия О Истинной Красоте Стане Черкешенки Что это За Черкешенка Но Рады Что Раиса Вернулась Из Отпуска Черкешенки Черкешенки Южные Народы Какая Она Стройная Понятно Но Рады Что Раиса Вернулась Из Отпуска Из Санатория Такая Красивая Толстая Как Бочка С Жиром Выкатились От жира Глаза Их Бродят Помыслы В сердце Над Всем Издеваются Злобно Разглашают Клевету Говорят С высока Псалом 72 7 8 Стих Как Будто И не Три Тысячи Лет Назад Это Было Замечено Цитата Сделались Тучны Приступили Даже Всякую Меру Во Зле Не Разбирают Судебных Дел Дел Сирот Иеремия 5 28 Утучнел Разжирел И стал Упрям И оставил Он Бога Создавшего Его И презрел Твердыню Спасения Своего Раззаконие 32 15 Обжорство Презираемо Но Любимо Демоном Ищущим Семипудовую Купчиху Чтобы Поселиться В ней Подсчет Показывает Что в среднем Ныне Русский Человек Потребляет Калории Более Жителя Пустынных Гор Туарега В 12 Раз Хотя Тот Под Палящим Солнцем При 45 Градусной Жаре Пробегает За своими Стадами До 90 Км В день Для Многих Стало Лозунгом Жить Чтобы Только Не Переставать Есть Живать А не Для Того Есть Чтобы Жить Наслаждаясь Легкостью Тела Пресыщенное Чрево Порождает Семя Сластолюбия И дух Подавленный Тяжестью Пресыщения Не может Иметь Рассудительности Ибо Ни одно Чрезмерное Употребление Вина Делает Человека Безумным Но Безмерное Употребление Пищи Так же Расстраивает Помрачает Его Лишая Чистоты И Непорочности Антоний Великий Чревобесие Нужно Побеждать Не только Для себя Чтобы Не вредило Нам Обременительной Прожорливостью И не для Одного Того Чтобы Не разжигало Нас Огнем Плотской Пухоти Но Для того Чтобы Не делало Нас Рабами Гнева Или Ярости Печали И всех Прочих Страстей Авва Фиона Еще Цитата Чревоугодие Разделяется На три вида Один Вид Побуждает Принимать Пищу Раньше Определенного Часа Другой Любит Только Пресвящаться Какой Быто Ни Было Пищей Третий Хочет Лакомой Пищи Против Этого Христианин Должен Иметь Троякую Осторожность Ожидать Определенного Времени Для Принятия Пищи Не Пресвящаться И Довольствоваться Всякой Самой Скромной Пищей Иоанн Кассиан Нет Ничего Хуже Ничего Постыднее Чревоугодие Оно Делает Ум Тучным Оно Делает Душу Плотскую Оно Делает Оно Ослепляет И не Позволяет Видеть Не готовимся Ли мы Принести Себя В жертву Что так Уточняем Себя Для чего Уготовляешь Ты Червям Роскошную Трапезу Для чего Увеличиваешь Количество Жира Для чего Делаешь Себя Ни к чему Негодным Для чего Зарываешь Душу Для чего Ограду Ее Делаешь Толще Подобно Тому Как корабль Нагруженный Более Чем может Вместить Под тяжестью Груза Идет Ко дну Так точно И душа И природа Нашего Тела Принимая Пищу В размерах Превышающих Ее силы Переполняется И не Выдерживая Тяжести Груза Погружается В море Гибели И губит При этом Пловцов И Кормчиво И Штурмана И плывущих Иоанн Златоуст Чревоугодие Истребляет В человеке Все Доброе Нил Синайский Пренебрегай Лакомыми Снедями Потому что В скором Времени Они Обращаются В ничто А во время Вкушения Имеют Великую Цену Употребление Их Сверхпотребности Теперь Порождает Болезни Теперь Порождает Болезни И в будущем Подвергает Ответственности На суде Исидор Пелусиот Если ты победишь Чрево Эту Госпожу То Всякое Место Будет Тебе Содействовать В приобретении Бесстрастия Если же Она Будет Обладать Тобою То До Самого Гроба Ты Везде Будешь Бедствовать Иоанн Лесточник Откармливающий Тело Без Воздержания В еде И питье Будет Измучен Духом Блуда Авва Феодор От Угождение Чреву Оттягощается Грубеет Ожесточается Сердце Ум Лишается Легкости И духовности Человек Становится Плотским Корень Всем Грехам Есть Сребролюбие А после Сребролюбия Чрево Объедение Сильнейшее И обильнейшее Выражение Которого Пьянство Если Будешь Угождать Чреву И Излишне Питать Себя То Низвергнешься В пропасть Блудной Скверны В огонь Гнева И Ярости Отяжелишь И Омрачишь И Приведешь Свою Кровь В Разгорячение Игнатий Бринчанинов Более Подробно Желающим Это Познать Советуется Прочесть Невинные Прюденции Лескова Под Чревную Страсть Не Победишь Если Прежде Не Отсечешь Чревную Объедение Вот Выстроила Обжорство Обжорство Лень Много Спанье Беззаботность И кто Поверит Проповеднику С толстыми И красными Губами Что он Серьезно Говорит О посте И вреде Винопития Первый Человек В раю Был И Вывалился Оттуда Через Чрево Годия Жилая Есть Запретное От Чрева Погиб Народ В пустыне И Последний Диктатор Антихрист Начнет Борьбу За обладание Чревом Когда Невозможно Будет Ни Продать Ни Купить Пока Не Примешь Его Как Бога И Поставит Он Каждому 666 На Руку Правую Или На Чело Для Многих Пенсионеров Сегодня Остался В жизни Только Один Интерес Есть 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 Ибо В жизни Не Позаботились О Душе А Теперь И К Храму Дорогу Не Могут Найти Полный Жирный Не В силах Делать Многих Земных Поклонов И Стоит Подобно Доменной Печи Окутанной Испарениями Отношение Церкви К посту Настолько Серьезно Что Даже Больному Очень Престарелому Ни Епископ Ни Священник Не Может Дать Разрешение На Молочную Пищу Не Говоря О Мясной Во Время Поста Единственное Что Может Разрешить Елей Растительное Масло И Вино В постные Дни Вопрос 8 Если Жена Родит Пред Святую Пасхаю То Есть На Великой Седмице Должна Ли Поститься И Не Пить Вина Или Разрешается Она От Поста И От Запрещения Пить Вино Ради Того Что Родила Ответ Пост Установлен Для Усмирения Нашего Тела Итак Когда Тело Находится В Смирении И В Немощи То Должна Она Принимать Пищу И Питие Как Хочет И Понести Может Вопрос 10 Если Кто Болен И От Сильной Болезни Совершенно Истощен И Приближается Святая Пасха Непременно Ли Должен Таковы Паститься Или По Причине Сильного Изнеможения Его Священнослужитель Разрешит Ему Потреблять Что Может Или Еле Вино Ответ Должна Разрешать Больному Принимать Пищу И Питие Смотря Потому Что Может Он Понести Ибо Совсем Истощенному Употреблять Елей Есть Дело Правое Тимофею 8 10 Если Сегодня Наши Люди В России Научились Есть В Меру То Проблема Продовольственных Ропотов Бунтов Исчезла Большую Часть Съеденного Сегодня Сжигает Блуд Секс И Табак Избавиться От этих Страстей Поможет Только Христос Покаяние Пред Ним Жизнь В Боге Переедающий Грызет Себе Могилу Своими Зубами Что Наверное Хватит Сегодня Закрываем Все А вы Сергей Петрович Сразу Заходите Вопросы Задавайте Понят С Богом Спаси Христос Спаси Христос С Богом